В Тверь прибыл ковчег с частицами покрова Богородицы и мощей ее родителей, праведных Иоакима и Анны. Все верующие в честь праздника покрова могут поклониться святыне. С чем идут к этим заступникам православные, расскажем в следующем сюжете. 14 октября православные христиане отмечают покров Богородицы. По преданию, святая завещала свой покров или платок девам, жившим с ней в Иерусалиме. Этот убор потом был поделен на лоскуты, которые распространились по миру. Один из частей хранится в ковчеге в Твери. Вместе с частичками мощей родителей Богородицы Иоакима и Анны, которые находятся в одном из храмов на Кипре. Частица вот этого покрова и частица мощей переданы нашему владыцу, митрополиту Амросии, Санкт-Петербургской епархии. Где там существуют при епархии музеи, где хранятся вот такие святыни и реликвии с какими-то подтвержденными документами. Ковчег со святынями хранится при Тверской епархии. В преддверии святого праздника выставлены для поклонения в Покровском храме. Мы во время Покрова Божьей Матери прибегаем к ее заступничеству, зная, что она наша помощница в скорбях, бедах, что она молится за всех нас. Люди идут к Покрову Божьей Матери за утешением, идут с благодарением и идут за помощью. Считается, что святая является помощником в преодолении болезней, бездетности и других недугов. Поклониться ей может любой желающий с 9 до 17 часов ежедневно. Святыня находится в храме. Со среды верующие могут прийти и поклониться ей вплоть до вечера воскресенья. Надо отметить, что та праздничная литургия еще юбилейная. Ведь именно 14 октября 1992 года здесь, в храме, который в советское время использовался в качестве склада, была совершена первая служба спустя десятки лет.